День добрый! С вами Смирнова Ирина. Тема вашего блога должна быть устой. Предыдущее видео мы закончили на том, что тематика блога должна быть одной. Вот эту ошибку совершают очень многие начинающие блогеры. На своем блоге они пишут статьи на несколько тем. Я встречала блоги, на которых были статьи по интернет-бизнесу, статьи по биологически активным добавкам. И тут же рассказывалось о замечательной MLM-компании, которой работал блогер. Такие блоги воспринимаются очень тяжело буквально всеми. Такой блог тяжело вести самому блогеру. Это первый игрок в интернете. Такой блог очень плохо воспринимается поисковой системой и плохо продвигается. А поисковая система это второй игрок на игровом поле благоводства. И такой блог очень тяжело воспринимается посетителем блога. Это третий игрок, на который мы должны обращать обязательное внимание. Итак, давайте разберемся. представьте себе, что вы стоматолог. Хороший стоматолог. Вы сняли в аренду помещение. Завезли туда оборудование. Вы дали рекламу, что вы готовы принимать пациентов для того, чтобы лечить их зубы. И ваши пациенты хорошо вас знают и готовы у вас лечить. Но клиентов пока у вас мало. И между приемами пациентов у вас образовалось время. А вы врач женщины. И женщина, которая всегда умела за собой следить. И всегда была в курсе последних модных тенденций. Вы женщина, которая кроме лечения зубов замечательно еще и шила для себя одежду. И вот, естественно, так как вы бизнес-леди, вам необходимо каждая минута времени. Вы не хотите ее упускать. Поэтому вы решили, что между приемами определенных пациентов, если у вас есть время, вы можете принять еще на заказ, на пошив какую-либо одежду. И для того, чтобы не отрываться от работы в стоматологии, вы в кабинете ставите швейную машину. А вот теперь представьте, к вам пришел пациент лечить зубы. Он заходит в ваш кабинет, приходит к определенному времени и видит вас в белом халате, сидящим за столом и шьющим, ну, какую-то там юбку. Что может подумать о вас ваш пациент? В этот раз, может быть, он рискнет полечить у вас зубы. А в следующий раз подумает и пойдет к тому человеку, который конкретно занимается стоматологией. Вот то же самое происходит и на блоге. Когда блогер начинает вести блог на несколько тем. Мало того, тема не только должна быть одна, она должна быть еще очень-очень узкой. Давайте посмотрим, например, такую тематику. Мы выбрали с вами здоровый образ жизни. Вы являетесь специалистом в этом вопросе. Но вы хорошо знаете, что здоровый образ жизни стоит на четырех этапах. Это физическая нагрузка, питание, режим дня и закаливание. И если вы сразу начнете вести блог по всем четырем направлениям, то на блоге начнется путаница. Поэтому есть такое правило. Начинать надо с чего-то одного. Например, вы начинаете писать блок по физической нагрузке. Но даже физическую нагрузку можно разделить по темам. Например, вы являетесь специалистом в ходьбе, в оздоровительной ходьбе. Вы знаете, какую обувь надо одевать. Вы знаете, какой костюм должен быть. Вы знаете, как надо дышать. Вы знаете, сколько надо ходить. Какое время нужно уделять человеку возрасте для ходьбы. Какое время нужно уделять молодому человеку. С какими заболеваниями и так далее. То есть вы знаете все. Это ваши ценности. Вы являетесь специалистом в этой деятельности. Вот на эту тему очень узкую. И надо начинать вести блог. Впоследствии 3-4 месяца, тогда, когда у вас уже появятся постоянные посетители, можно будет тематику немножко раздвинуть. Но все равно она должна идти в одной колее. То есть если вы писали о ходьбе, вы потом, например, начинаете писать о беге дополнительные еще. Или такой пример. Интернет-технологии. В интернет-технологии очень много. Это сайтостроение, это продвижение, это копирайтинг, это реклама. Вот вы выбираете какое-то одно направление. Например, продвижение. Но даже в продвижении можно выбрать внутреннюю оптимизацию или SEO-оптимизацию. Можно выбрать внешнюю оптимизацию. Можно выбрать продвижение через посредством социальных сетей. Можно выбрать аналитику продвижения. Или в интернет-технологиях для продвижения бизнеса необходима реклама. Рекламу у нас ресурсов для рекламы несколько. Например, Яндекс.Директ. Вы все знаете про Яндекс.Директ. Или вы знаете очень хорошо рекламу Фейсбука. Значит, вот такую конкретную, четкую, точную тематику и нужно выбирать. Еще один пример. Вы специалист-ветеринар. Сейчас каждая семья практически имеет какого-то домашнего любимца. Ветеринар – это очень широкая специальность. Но надо выбрать, например, или блок, где вы будете писать о кошке в доме. Или собака в доме. Или уход за птицей. Или, возможно, какие-то вы очень хорошо знаете экзотических животных. Знаете, как за ними ухаживать и как нужно содержать их так, чтобы они были здоровы. То есть тематик много. Нужно выбрать какую-либо одну. Но даже, еще раз повторяю. Например, вы выбрали такую тему, как кошка в доме. Но ведь кошка в доме направленность может быть очень разной. Например, вы специалист и эксперт по здоровью кошки. Значит, и блок ваш будет о здоровье кошки. Или вы специалист, эксперт, заводчик. То есть вы разводите какую-то определенную породу кошки. Значит, надо писать и рассказывать именно об этой теме. Еще один момент. Ведь каждый блок, но даже на очень узкой теме, у вас все равно есть подтемы внутри блога. Вот эти подтемы внутри блога – это ваши рубрики. Рубрики внутри блога. Что такое рубрика? Сравнить можно рубрику главами книги. Вы приходите в книжный магазин. Вы берете книгу на полке, где подписана полка, например, книги о здоровье. Или о том же самом здоровом образе жизни. Вы берете книгу. Названием «Мало что говорит». Автор тоже «Мало что говорит». Вы открываете книгу, куда вы смотрите. Вы смотрите в содержании. Читая главы содержания, вы понимаете, о чем книга. Вот точно так же на блоге. На блоге обычно в сайт-баре выкладываются ваши рубрики. Рубрики – это такой путеводитель для вашего посетителя на блоге. И эти рубрики очень четко должны показывать, о чем ваш блог. Если в книге о здоровье вы вдруг узнаете что-то, например, там будут писать о здоровье, и тут же у вас в этой же главе начнется какая-то другая направленность. Вряд ли вам захочется такую книгу брать. Вы начнете понимать будете, что написал человек, который распылялся. Может быть, даже не является конкретным экспертом в конкретной определенной теме. Естественно, это нормально. Любой человек будет выбирать книгу с конкретной, очень четкой тематикой. То же самое происходит на блоге. Вот посмотрите, я хочу привести вам два примера. Два блога. Один блог называется «Кошка в доме», и второй блог называется «Кошка в доме». По тематике блога мы даже не можем определить сначала, о чем этот блог. Но если я посмотрю рубрики первого блога, то сразу становится понятно, что этот блог ведет эксперт-ветеринар. Тот человек, который все знает о здоровье кошек, о болезни кошек, об уходе за больной кошкой, о профилактике. Если у моей кошки приболело ушко, то я буду обращаться к этому блогу. Второй блог имеет подрубрики, в которых понятно, что это заводчик. То есть это человек, который разводит какие-то определенные породы кошек, ухаживает за шерстью, знает, как ухаживать. Знает, как кормить кошку для того, чтобы она выглядела очень красивой на выставке. Знает, как подготовить ее к выставке. И если я собираюсь выкладывать, выводить свою кошку на выставку, то, естественно, я буду обращаться к этому блогу. То есть очень важно иметь узкую тему блога и очень важно четко и хорошо продумать рубрики этого блога. Итак, второй совет. Тематика вашего блога должна быть узкой. В начале видео я уже сказала о том, что в интернете есть три игрока в сфере благоводства. Первый игрок – это блогер. Второй игрок – это поисковая система. Третий игрок – это ваш посетитель. Вот первый игрок – блогер, то есть вы, получаете возможность целенаправленной работы с конкретной тематикой. Это немало, потому что вы не будете распыляться. И даже если у вас не хватает каких-то знаний по той тематике, которую вы собираетесь ввести, то легче найти материал по конкретной определенной теме. Поисковая система с удовольствием будет продвигать ваш блог, если у него тематика будет узкая. Как видите, второму игроку тоже больше нравится узкая тематика вашего блога. Третий игрок – посетитель. Сейчас все поставлено на карту удобства посетителя на вашем блоге. Так называемая юзабилити. Так вот, чем уже тематика вашего блога, тем понятнее ваш блог посетителю, и тем удачнее для него получение информации на вашем блоге. Итак, как видите, узкая тематика блога выгодна буквально всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!